Аллилуйя! Зрители дома, куда мы можем уйти от Его присутствия? Мы ждём прикосновения с небес. Если вы скажете, «Прикоснись ко мне, Господь, и пусть со мной будет по моей вере». Можете ли вы это сказать? «Прикоснись ко мне, и да будет мне по моей вере». Подумайте об этом. У вас есть вера? «Прикоснись ко мне, и да будет мне по моей вере». Потому что мы используем веру, чтобы предъявить требования. Вера — это небесная валюта, которую мы используем для покупки, чтобы получить небесное благословение. Исцеление — это небесное благословение. Освобождение — это небесное благословение. Спасение — всё это небесное благословение. Чтобы получить их, вера подобна небесной валюте. Чтобы купить что-то на рынке, нужны деньги. Когда вы попадаете на рынок, вы начинаете торговаться. Сколько это стоит? Пять наир. У вас есть три наиры, этих денег недостаточно. Это не значит, что у вас нет денег. Если вы попадаете на рынок, и вам говорят, что 10 долларов за тот товар, а у вас есть его 9 долларов, вы будете пытаться добиться своего. Вам скажут, что нет, 10 долларов, а у вас 9 долларов. Что нам нужно сделать? Вернуться и взять больше денег. Это не значит, что у вас нет денег. Таким же образом, когда вы говорите «Исцели меня», и вы не исцелены, это не значит, что у вас нет веры. Это всего лишь мера веры, чтобы купить то исцеление, которое у вас нет. Позвольте мне увидеть вашу руку. Я с вами разговариваю. Вы хотите купить это на рынке. Попав на рынок, вам говорят, что это стоит 10 долларов, а у вас с собой 7 долларов. Вы начинаете торговаться, чтобы снизить цену. Нет, это 10 долларов. Вы ничего не можете сделать. Вы не можете получить эту вещь, но это не значит, что у вас нет денег. Таким же образом, чтобы получить это небесное благословение, которого мы все ждем, вам нужна небесная валюта, чтобы получить ее. Если вы что-то просите, но не получаете, это не значит, что у вас нет веры. Но вам нужно приобрести меру веры, чтобы получить то, чего у вас нет. Помните, что Иисус сказал Своим ученикам? Когда отец, одержимого демона мальчика, побежал за Иисусом, говоря, «Иисус, я привел моего сына к твоим ученикам, чтобы они освободили его». Они не могли, потому что у них не было силы сделать это. Иисус сказал, «Нет, не говори так, это богохульство, у них есть сила, но им не хватает веры, чтобы высвободить эту силу». Это не означает, что у них есть сила, но мера, степень веры. Это не значит, что у них нет веры, но у них нет нужной силы. Количество веры, которое нужно, чтобы получить эту силу, чтобы освободить мальчика. Аллилуйя! Давайте откроем нашу Библию, наше место, книга Луки 6, 37. «Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будьте осуждены. Прощайте, и прощены будете. Теперь это должно быть оружием». Если вы скажете, «Прикоснись ко мне, и добудет мне по моей вере». Вы имеете в виду, что если вы прощаете других, вы будете прощены. Если вы осуждаете других, вы будете осуждены. Если вы проявляете милосердие к другим, вы также получите что? Милость. Вот о чем мы говорим. Вот Бог. Если я проявляю милосердие к другим, я получу милость. Если я помогаю другим, я получу помощь. Потому что Библия говорит, что вы, вы бы не сделали для меньших моих братьев. Вы делаете это для меня. Вы со мной? Если вы говорите, я помогаю другим. Или вы не помогали, но прямо сейчас вы готовы помогать другим. Вы должны быть готовы, что вам помогут. Вы не проявляли милосердие, доброту к другим, но приехав сюда, вы увидели причину, по которой вы должны проявлять милосердие, доброту к другим. Чтобы сегодня, сейчас в своем сердце, когда я покину это мое место, моя жизнь полностью изменится. Я буду помогать другим, я буду проявлять милосердие к другим. Теперь вы должны быть готовы. Бог не будет ждать, пока вы уйдете отсюда, чтобы сделать это. Но вы сразу же начнете получать эту милость. Аллилуйя. Это Бог. Вот что значит, приказнись ко мне и добудет мне по моей вере. Что такое вера? Без любви нет веры. Без веры нет любви. Любовь — это девиз веры. Любовь — это жизнь в вере. Нет любви — нет жизни в вере. Нет любви — безжизненная вера. Вот почему многие из нас говорят, у нас есть вера. Это неверно. У вас есть вера, но нет любви. Итак, еще раз. Проявляйте милосердие к другим и помогайте другим. Все, что вы можете сделать, делайте, чтобы убедиться, что ваша жизнь посвящена служению другим. Прикоснись ко мне и добудет мне по моей вере. О какой вере вы говорите? То есть вы говорите «по моей любви к другим». Прикоснись ко мне и добудет мне по моей любви к другим. Моей доброте к другим. Моей доброжелательности к другим. Коснись ко мне и добудет мне соответственно. Станьте для молитвы. Аллилуйя. Помните слова мудрости. Прикоснись ко мне и добудет мне по моей любви к другим. Прикоснись ко мне и добудет мне по моей доброте к другим. Прикоснись ко мне, Господь, и добудет мне по моему благословению других. Прощению других. Это составляющие веры. Прикоснись ко мне и добудет мне по моей милости к другим. Моему добру, доброте, любви, помощи и моему прощению других. Прикоснись ко мне, Господь. Это означает, что при таких условиях вы можете получить прикосновение. Прикосновение с небес. Потому что Библия говорит, что вера освобождает помазание и исцеление. Вера освобождает помазание освобождения. Вера освобождает помазание благословения. Если вы сейчас скажете, прикоснись ко мне, Господь, и добудет меня по моей любви, доброте, благословению, помощи, прощению других. Можете ли вы увидеть, при каких условиях Бог прикасается к вам? Когда Господь касается вас, и вы исцелены, ваша энергия, ваше хорошее здоровье для служения другим. Когда Господь прикасается к вам, и ваш бизнес оживает, и у вас появляются хорошие клиенты, это благословение также и для других. Когда Господь касается вас, и у вас есть прорыв в жизни, вы благословлены, чтобы благословлять других. Вы будете освобождены, чтобы освобождать других. Вы будете исцелены, чтобы исцелять других. Обратите внимание на это слово. «Прикоснись ко мне, Господи, и добудет со мной по моей любви, доброте, благословению, помощи, моему прощению других». Когда Господь касается вас, вы исцелены. Когда Господь касается вас, вы освобождены. Когда Господь касается вас, вы свободны. Это благословение, которое вы ждете сейчас, может быть получено только верой, который является небесной валютой. Вы хотите купить что-то на рынке, вы берете с собой деньги. Небесные благословения, исцеления, освобождения являются небесными вещами. Если вы хотите получить их, вам нужна эта небесная валюта, чтобы купить их. Количество валюты, которую вы имеете, будет определять количество получаемого вами благословения. Если вы не можете получить сегодня, это не значит, что у вас нет веры. Вы нуждаетесь с той степени веры, которую у вас, вероятно, нет. Веры веры, которая вам нужна, вы, вероятно, не имеете. Не то, чтобы у вас ее не было веры. Это не значит, что вы не дитя Божье. Вы не должны говорить, поскольку моя молитва не отвечена, я не дитя Божье. Вы все еще дитя Божье. Моя молитва не отвечена, я не дитя Божье. Это то, что дьявол использует, чтобы беспокоить детей Божьих. Когда дьявол знает, что вы не основаны на слове Божьем, он начнет ждать. Когда то, чего вы просите у Бога, вы не получите это, он придет и скажет, видишь, ты не дитя Божье. Ваш разум начнет беспокоиться, действительно, я не дитя Божье. Если я дитя Божье, Бог должен дать мне то, о чем я просил. Это длится уже много лет. Я постоянно прошу Бога, дай мне. Другие получают, а я не получаю. Это дело дьявол. Он просто ждет. Когда вы вознесете молитву, она не будет отвечена. Он придет и скажет, видишь, ты не дитя Божье. Если бы ты был дитем Божьим, ты бы получил это. Вы становитесь обеспокоенными. Теперь вы станете больше на сторону дьявола. Когда вы знаете, когда ваш ум говорит, я не дитя Божье, то что еще? Тем больше вы будете курить, тем больше вы будете лгать. Если я говорю с вами, дайте мне увидеть вашу руку. Это интриги и тактики, которые использует сатана, чтобы поспокоить людей Божьих. То, что вы вмолитесь и не получаете ответа на свои молитвы, не значит, что вы не дитя Божье. Что здесь произошло? Послушайте. Возможно, у вас нет степени меры веры, чтобы получить вещь. Я привел вам хороший пример с деньгами. Вам нужно 10 долларов, чтобы купить это. Вам нужно 10 долларов, чтобы купить это. Идя на рынок, вы не подозревали, что вам нужно 10 долларов, а у вас есть 7 долларов. Придя на рынок, вы говорите, я хочу купить это. Вам говорят, нет, это стоит 10 долларов. Нет, пожалуйста, за 6-7 долларов нет 10 долларов. Вы обходите везде, и все говорят, 10 долларов. Вы вынуждены вернуться и взять достаточно денег, чтобы купить это. Но это не значит, что у вас нет денег, или что вы бедны. Теперь поговорим о Божьих вещах. Вы хотите получить благословение от Бога, небесное благословение. Вам нужна небесная валюта, чтобы получить его. Вы хотите исцеления? Вы молитесь, и вы не получаете исцеления. Вероятно, у вас нет степени меры веры, чтобы получить это исцеление. Это не значит, что вы не видите о Божьем. Это не делает вас неверующим. Вам просто нужно продолжать настаивать, продолжать расти в вере, чтобы получить то, что вам нужно от Бога. Иисус сказал своим ученикам, «Такой фрукт, вот что имеет в виду Иисус, можно купить только за 10 долларов, а не за 7 долларов. Это не значит, что ученики – это дьявол или верующие. Он сказал, молитесь и поститесь. Вам нужно расти в вере, чтобы делать это». Не позволяйте дьяволу беспокоить вас. Когда вы возносите молитву, «Отец, мне нужно это, и вы не получаете этого». Это не делает вас неверующим. Вы все еще христианин. Все, что вам нужно – это мера веры, чтобы получить вещь такого рода. Слушание по виновению Слову Божьему укрепляет вашу веру. Дьявол пользуется этим. Вы видите людей, которые являются христианами. Вчера и сегодня они язычники. Или кто-то, кого-то считает христианином, вдруг вы обнаружите его в ночном клубе. Вы говорите, что случилось? Я молился, я ищу работу, но нет ответа на мою молитву. На что я трачу свое время? Пускай я вернусь в мир. Нет. Сатана использует это. Ваша молитва – отношение с Богом. «По имя Иисуса мне нужно это». Ответ еще не пришел. Сатана немедленно приходит и говорит, «Смотри, ты не дитя Божье, приди ко мне». Когда Сатана говорит, что вы дитя Божье, он говорит вам, приди ко мне. У Сатаны свой путь. Как сказал Иисус, «Придите ко мне, все труждающиеся». Так и вы, когда вы говорите, «Иисус, мне нужен хлеб», и вы не получаете этот хлеб, Сатана придет и скажет, «Ты не дитя Божье». «Все, кому нужен хлеб, придите ко мне». «У меня есть мой хлеб». Он сразу же придет и скажет, «Все труждающиеся, вам нужен хлеб, придите ко мне». «Я дам вам хлеб». «Вы не его дети, поэтому он не дает вам». «А я вам дам». «Приходите». Я знаю, что все хотят этого. Это не стоит 10 долларов для вашей информации. Если ваша вера возросла, дайте мне увидеть вашу руку. Теперь вы верите, что когда вы что-то просите у Бога и не получаете, это не делает вас неверующими. Я не слышу вашего голоса. Обратите внимание на это. То, что вы больны, молитесь, спаститесь и не получаете исцеления или какого-либо ответа от Бога не делает вас неверующими. Спасибо. Не позволяйте сатане говорить с вашим сердцем. Для 99%, которые сегодня становятся неверующими, вот что использует для них сатана. Он ждет, когда вы попросите что-то у Бога, и когда ответ не придет, он говорит с вашим сердцем. Вы начнете искать талисманы, спиритуалистов, знахарей, альтернативы. Это работа сатаны. Вы начнете колебаться, вы, которые все время ходите в церковь, начнете говорить «я не пойду в церковь». Шикарный автомобиль, на котором вы всегда приезжаете в церковь, внезапно двигатель перестал работать. И в тот момент нет денег. Вы спрашиваете себя, что я сделал? Я плачу десятину, я регулярно посещаю церковь. Почему это должно случиться со мной? На чем я везу свою семью в церковь? Это работа сатаны. Вы в большей мере христианин, поэтому и приходит эта атака. Скажи соседу, ты в большей мере Божий, поэтому и приходит эта атака. Все, что близко к Богу, подвергается нападению. Если вы подходите слишком близко, вы начинаете соблюдать заповеди слишком близко к Богу, сатана обеспокоен. Но когда вы начнете ослаблять свои отношения с Богом, сатана будет смеяться. Это хорошо, он возвращается. Он будет дуть на вас прохладным воздухом. Вернись. Спасибо. Вернись. Спасибо. Вернись. Спасибо. И когда Иисус спастился 40 дней и 40 ночей, пришла атака. Почему она не пришла, когда Он только сошел с горы? Почему? Почему нет, когда Он только пришел с горы и был в огне? Наибольшее искушение Иисус пережил через 40 дней и 40 ночей, как раз в тот момент. Предположим, что Он не ходил поститься 40 дней и 40 ночей. Это искушение не пришло бы. Да. Итак, когда вы в большей мере Божьем, вы должны быть готовы. Если сатана использовал нож, он оставит нож и возьмет автомат. Потому что, когда он использовал нож, чтобы резать, вы отказались быть порезанными. Вместо этого вы приблизили к Спасителю, вам нужен автомат. Вы должны черпать силу из этой слабости. Не слабость и слабости, но силу и слабости. Вы со мной? Черпайте силу и слабости. Апостол Павел сказал, когда я слаб, тогда я силен. Что это значит? Я черпаю силу в своей слабости. Вот я стою здесь, и я слаб, но сила рядом со мной. Передо мной, позади меня. Всегда. Когда я двигаюсь, хотя я и слаб, как сила следует за мной. Я внутри, как в клетке. Вокруг меня сила, но я слаб. Когда я так поступаю, я почиваю на силе. «Эммануэл» означает «Бог со мной». Что это значит? Если Бог с вами, зачем вам, чтобы был Бог с вами, потому что вы слабы? Зачем вам, чтобы Бог был перед вами, потому что вы слабы? Зачем, чтобы Бог был рядом с вами, потому что вы слабы? Если вы не слабы, вам не нужно, чтобы кто-то был с вами. Он оставит вас, чтобы вы могли быть слабыми. Поскольку вы слабы, он будет с вами, перед вами, после вас, позади вас. Он с вами, потому что вы слабы. Ты моя сила, когда я слаб. Ты сокровище, которое я ищу. Ты мое все во всем. Ищу Тебя, как драгоценный камень. Господи, если бы я сдался, я был бы глупцом. Ты мое все во всем. Иисус, Агнец Божий. Достойно Твое имя. Бог, благодарна Твое имя. Это твое имя. Да. Бог, благодарна Твое имя. Это твое имя. Ты мой, ты мой, а а а а и а 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